Время past simple, простое, прошедшее, отрицание и вопросы. Посмотрим на таблицу времен из урока все времена английского языка и определимся, где находится это время. Past simple, прошедшее, простое. На помощь приходит вспомогательный глагол did. Это вторая форма, прошедшее время от глагола do, делать. Но в отрицаниях и вопросах он будет выполнять функцию вспомогательной частицы. Ты играешь в теннис. Фраза в настоящем времени. You play tennis. Для того, чтобы сказать фразу теперь в прошедшем времени, в past simple, глагол play добавит окончание ed. You played tennis. Ты играл в теннис. Для того, чтобы задать вопрос, надо сначала сказать вспомогательный did, и потом все остальное. You play tennis. Did you play tennis? Ты играл в теннис? Как только в вопросе у нас появился did, показатель прошлого времени, то смысловой глагол уже вернулся в первую форму, и не нужно его говорить с окончанием ed. Did you play tennis? Простые вопросы, на которые можно ответить да или нет, называются общие вопросы general questions. Did you play tennis? Yes, I did. No, I didn't. Сокращение didn't от полной формы did, not. Еще один пример. Вы смотрели телевизор вчера. You watched TV yesterday. Попробуйте сами задать вопрос. Смотрели ли вы телевизор вчера? Did you watch TV yesterday? Теперь отвечаем нет. Мы не смотрели телевизор вчера. No, we didn't. We didn't watch TV yesterday. В отрицаниях тоже, как и в вопросах, будьте внимательны. Если didn't уже есть предложение, то смысловой глагол теряет показания вот этого прошедшего времени, окончания ed или второй формы. She didn't watch TV yesterday. Она не смотрела телевизор вчера. Неправильно будет watched TV yesterday. Еще один пример, в котором очень часто ошибаются студенты. С глаголом enjoy. Получать удовольствие, наслаждаться. Я получил удовольствие от вечеринки. А ты? Ты получил удовольствие от вечеринки. Обратите внимание. У глагола enjoy исчезает окончание ed, потому что did, вспомогательный, забрал на себя функцию вот этого показания прошедшего времени. Поэтому did you enjoy the party? До сих пор в этом уроке мы приводили примеры с правильными глаголами, которые в прошедшем времени в past simple просто добавляют окончания ed, без всяких там исключений. Но напомню, что в английском существует около двух сотен неправильных глаголов, которые надо выучить наизусть, в конце учебника они есть. Они образуют эту форму вторую не по правилам. Для примера возьмем несколько неправильных глаголов. Ехать, двигаться, to go. Это первая форма, инфинитив. В past simple это будет вторая форма, went, уехал. Иметь, обладать, to have. Вторая форма, had, имел. Делать, to do. Вторая форма, did, делал. Важно понять, что глагол to do может выступать как смысловой глагол в значении делать, а может выступать как служебная частица, которую переводить не надо, для того, чтобы задать вопрос и сделать отрицание. Иногда в предложении он может два раза встретиться. We didn't do much work yesterday. Мы не сделали много работы вчера. Первое, как вспомогательное, глагол did not показывает нам отрицание, а второй раз выступает, как смысловой глагол делали, сделали. Обратите внимание, что вторая форма глаголов, особенно это характерно для неправильных глаголов, употребляется только во времени past simple и больше ни в каких других временах. Сейчас пример с выражением go out. Пойти куда-нибудь, выйти из дома. Она ходила гулять вчера. Вопрос. Did she go out yesterday? Went, вторая форма. В вопросе превратился в инфинитив, то есть в первую форму. На следующем примере посмотрим, как отличается отрицание в настоящем времени и в прошедшем времени. I don't watch TV very often. Я не смотрю телевизор очень часто. Время настоящее. Present. Вспомогательное do или does. I didn't watch TV yesterday. Я не смотрела телевизор вчера. Время past. Прошедшее. Для всех лиц будет одинаково. Did. Следующий пример с неправильным глаголом выигрывать. Win. Вторая форма у него будет won. I played tennis yesterday, but I didn't win. Я играл в теннис вчера, но я не выиграл. Выражение have breakfast. Завтракать. Tom didn't have breakfast this morning. Неправильно сказать Tom hadn't breakfast. Глагол enjoy – получать удовольствие. Это правильный глагол. They went to the cinema, but I didn't enjoy the film. Они ходили в кино, но не получили удовольствия от фильма. Теперь посмотрим порядок слов в вопросах. Если это общий вопрос, то начинаться он будет с вспомогательного did. Did she come to the party? Пришла ли она на вечеринку? Если специальный вопрос, то впереди, перед did появится какое-то специальное вопросительное слово. Почему, зачем, когда, как, кто и так далее. Когда она пришла на вечеринку? Порядок слов в вопросах всегда строго определенный. Каждое слово стоит на своем месте. На первом месте будет специальное вопросительное слово, если оно есть в вопросе. Потом вспомогательный did. На третьем месте подлежащее. И на четвертом месте смысловой глагол. И потом все остальное. Did she come to the party? When did she come to the party? Теперь попробуем задать вопрос. Видел, видела ли ты Джо вчера? Теперь зададим вопрос со словом «дождь». Обращаю ваше внимание, в английском языке это слово может выступать как существительным «дождь», так и глаголом. «Дождить», «идет дождь». Это часто путает студентов. «Шел ли дождь в воскресенье?» В предложениях, связанных с погодой, подлежащим будет выступать местоимение «ид». «Дит дождь в воскресенье?» «Да». «Твои друзья хорошо провели отпуск?» «Да». «Дид your friends have a good holiday?» «Да». «Да». «Уехала ли она на прошлой неделе?» «Дит she go away last week?» «Дит she go away last week?» «Я играл в теннис вчера, но я не выиграл». «I played tennis yesterday, but I didn't win». «Ты сделал покупки?» «Нет, у меня не было времени». «Did you do the shopping?» «No, I didn't have time». «Did you do the shopping?» «No, I didn't have time». «Мы ходили в кино, но мы не получили удовольствия от фильма». «We went to the cinema, but we didn't enjoy the film». «We went to the cinema, but we didn't enjoy the film». «Видел ли ты Джо вчера?» «Нет». «Did you see Joe yesterday?» «No, I didn't». «Шел ли дождь в воскресенье?» «Да». «Did it rain on Sunday?» «Yes, it did». «Did it rain on Sunday?» «Yes, it did». «Приходила ли Хелен на вечеринку?» «Нет». «Did Helen come to the party?» «No, she didn't». «Did Helen come to the party?» «No, she didn't». «Твои родители хорошо провели отпуск?» «Да». «Did your parents have a good holiday?» «Yes, they did». «Did your parents have a good holiday?» «Yes, they did». Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский с сайта English03.ru